В 1996 году астрономы решились на нечто неожиданное. Они нацелили космический телескоп Хаббл на кажущуюся совершенно пустой часть неба, на участок, свободный от планет, звезд и галактик. Он находится недалеко от Большой Медведицы, хорошо изученного созвездия. Песчинки на вытянутой руке будет достаточно, чтобы закрыть эту часть неба полностью. Со стороны ученых это было достаточно рискованно, ведь рабочее время этого телескопа очень востребовано, и были сомнения, не будет ли оно потрачено впустую. Ведь действительно, существовал риск получить фотографии, такие же пустые, как и пространство, на которое он направлен. Тем не менее, они открыли телескоп. Медленно, в течение 10 полных дней, фотоны, выпущенные более 30 миллиардов лет назад, заканчивали свой путь на сенсоре самого мощного телескопа человечества. Их ничтожные сигналы собирались по крупицам. Когда телескоп закрыли, а снимки обработали, оказалось, что сенсор захватил свет более 3000 галактик, образовав один из самых содержательных и будоражащих воображений снимков за всю историю человечества. Каждое пятно, пятнышко или точка таит в себе целую галактику, и каждая из них содержит сотни миллиардов звезд. Позднее, в 2004 году, эксперимент повторили. На этот раз телескоп был нацелен на участок неба у созвездия Ориона. Затвор телескопа был открыт в течение 11 дней и 400 полных орбит вокруг Земли. Использовались сенсоры с повышенной чувствительностью и фильтры, пропускающие больше света, чем когда-либо. Более 10 тысяч галактик были запечатлены в том, что позже стало известно как Ultra Deep Field. На снимке наиболее далекого, что мы могли видеть во Вселенной. Фотоны покинули свои галактики, когда Вселенной было всего 500 миллионов лет. А через 13 миллиардов лет они завершили свой длинный путь в виде микроимпульса на матрице телескопа. Оставаясь абсолютно неподвижными, эти галактики удаляются от нас, иногда быстрее скорости света. Пространство и время между нами и всем прочим разрастается поминутно, отодвигая галактики со снимка на расстоянии более 47 миллиардов световых лет. Исходя из расширения Вселенной, чем более что-либо удалено от нас, тем сильнее его свет смещается к красному, и тем быстрее он движется. И еще сам Эдвин Хаббл открыл это явление, измеряя смещение к красному многих галактик. И это мера не только скорости, но и расстояния. Недавно ученые Хаббла завершили эксперимент. Воспользовавшись измеренными красными смещениями, они создали трехмерную модель области наиболее глубокого обзора космоса. Вот как она выглядит после взятия во внимание расстояний до галактик на самом важном из когда-либо сделанных снимков. Во Вселенной более 100 миллиардов галактик. Это число, просто произнесенное вслух, не несет для нас никакого смысла само по себе. Наш мозг просто не в состоянии придать ему значимого смысла. Но стоит посмотреть на этот снимок, задуматься, как он был сделан, и понять, что на нем, как число сразу обретет смысл и навеки изменит наше мировоззрение. Из любопытства мы направили самый мощный телескоп, когда-либо созданный человечеством, в пустоту. И открыли, насколько ничтожное пространство в небесах мы занимаем. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok